Это не печатная бумажка. То есть Амхат взял бумажку и собственной рукой ее заполнил. Бедать у него не было вкладыша, то есть он заполнил всю информацию. Вот это называется нестандартно. Это говорит о том, что он ответственно подходил к вопросу. Именно эта скрупулезность красноармейца позволила спустя 78 лет установить его личность и разыскать родственников. Амхат Гайсултанов, уроженец современной Чечни, погиб в 1943 году в кровопролитных боях за Рамушевский коридор. Долгие годы его искали родные, но никаких вестей из далекого от родины бойца Демянского района не было. Все решил случай. Вдоль просеки, проходя, заметил подозрительные провалы. Оказалось, братское сохранение в четырех могилах. Потом с остальными поисковиками на следующий день пришли, изгумировали останки. На 96 бойцов, которые нашли свое пристанище практически в центре Демянского котла, были подняты орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» и четыре медальона. В итоге поисковикам удалось возвратить из небытия пять имен. Среди них и был Амхат Гайсултанов. Ровно 45 минут понадобилось на то, чтобы его родственники нашлись. Такого в истории поискового движения еще не было. Как только информация о красноармейце появилась в группе демянского отряда, мгновенно подключилась чеченская сторона. Данный боец, Султановый гад, был уроженцем того села, в котором в пятом поколении проживали мои предки. И я это всего знал абсолютно, знал и знаю хорошо. Я сразу же связался с человеком, который знает все. Ну и буквально через минут 10-15 мы уже знали, кто у них есть и степень родства. На захоронение останков из Чеченской республики приехали внучатые племянники погибшего. Для них этот путь в несколько тысяч километров не был тяжелым, ведь хоть какой-то весточки об Амхаде ждали уже несколько поколений этой семьи. Искали все время. Они искали до последних дней своей жизни брат, сестра. И после этого искали мы. Теперь ваше сердце успокоится? Да, этот день для нас является днем облегчения. С собой семья привезла немного земли с малой родины красноармейцам, чтобы положить на могилу. 96 бойцов наконец-то нашли свое пристанище и были захоронены, как и полагается, со всеми воинскими почестями, которые они заслужили еще при жизни. Из Демянского района Анна Вихрова, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.